Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Посмотрела вчерашние их видосы последние. Короче, их возвращение домой. Путь их и как они возвращались я не смотрела. Уже посмотрела два видоса, где как раз-таки они забирали багаж и вызывали такси и считали свои копейки, да, успешные блохеры. Что пришлось Нинке, чтобы сэкономить, сколько там, 50 рублей, заказывать со своего телефона. Вот вам и успешность, ребят. Считают каждую копейку. Даже на такси боятся переплатить. Как всегда, всё дорого, всё стоит больших денег. И им как раз-таки вечно всё не по карману. Ну, значит, чё, припёрлись домой, Нинка побежала по комнатам. Дорогущий телевизор на месте. Диван на месте. Говорит, даже от Вовки вмятина осталась. Ребят такой ржать взял. Вот вам и диван. Походу, такой дешманский диван, что Фовка посидел совсем чуть-чуть и уже яма образовалась. Я представляю, что будет через полгода с этим диваном. Когда они своими задницами там, спинами притопчут его. Вот зря они, зря они убрали свой старый диван. Вот как раз-таки само то было. Ну, либо он уж совсем провонял и невозможно было. Либо я не знаю, почему они решили поменять. Наверное, чтобы мы завидовали, что они одну рухлядь на вторую поменяли. Ну и, значит, Фовка, быстрее надо открывать окна. Наверное, Нинка сама учуяла, что ванизм в квартире ужасный. Выбежала на балкон, увидела стройку. Да, стройка, никуда она не пропала. На месте белье на балконе сушится. Это, наверное, от белья ароматы такие. Там, походу, оно не стиранное, а просто подсыхает. Это подсыхает от пота. Поэтому срочно надо было открыть на проветривание окном. Ну и, значит, дальше распаковка. Ребят, посмотрела, как они все это наляпали в чемодан. Это стирать, говорит, это стирать. Костюмы стирать. То бишь, они такие вонючие и грязные. Но, тем не менее, на этих костюмах лежала куртка или куртки. А куртку, говорит, надо повесить. Нормально, ребят, прикиньте. Это, представьте, если костюмы стирать, они смердячие и вонючие, то вместе с ними лежала куртка, она точно такая же. Ну, ее стирать не надо. Зачем? Пусть смердит. Ну и дальше сколько раз она сказала, что на винище или бухлище, и все таскала эти бутылки на кухню, эту бодягу. Показала, слушайте, эту бутылку с медовухой. Там больше похоже на какой-то лимонад, ну, или что там, разбавленный спирт, возможно, с водой и с красителем. Ну и, наверное, добавка медовая какая-нибудь. Ну, точно, блин, не медовуха. Ну, а что можно купить по дешевке? Явно недорого не набрала, да, явно недорого. И, значит, дальше колбаски. Ой, и тут колбаски, и тут колбаски. Я ж танцевала, она стояла с этими колбасками и в комментах прочитала. Ну, вот бабу не интересует ни шмотки, ни косметика. А вот только жратва, только жратва этот холодильник открыла. Ой, а у нас тут еще и колбаска есть, а то есть, а это есть. Сколько счастья есть, что пожрать. Но готового ничего нет. Поэтому, как только распаковали эти свои чемоданы... Кстати, колбаску пожевала сама с Фовкой, не поделилась. Распаковали, значит, чемоданы и поперлись сливать воду в машине. Прикиньте, только слить воду, а на такси дальше на покровку в КФС, чтобы пожрать. Ну, скажите, разве это умно? Ну, только пираты у нас так могут пойти слить воду, а потом пойти сесть в такси и ехать в КФС. Хотя нет, они пока шли до машины, еще утомились и присели посидеть, потому что у Нины устали ноги. Прикиньте, офигеть, слушайте. Ну, а дальше, конечно, КФС. Что может быть еще другое? Ну, рестораны, это так, знаете, пивко и сухарики. Вот это у них теперь шик. Самый шик, да? Якобы дорого-богато. Ну, а КФС, это так, ерунда. Ну, а что за то, сколько они там забашляли? Семьсот рублей, нажрались ножик. Что у них там еще? Фофа там что-то какое, какие-то кусочки курицы заказывал, вернее, Нинка заплатила за любимого ребенка-муша. А в Сочи ели устрицы. И две устрицы как раз-таки целый ужин в КФС. Вот дела. Нинка, бедная, несчастная, все не знала, как эту ногу ухватить, чтобы фотку сделать. Потому что нога горячая. Швыряла я аж, испугалась, как бы Вовку не залепила этой ногой. Ну, а дальше, да. Дальше почухали назад, почухали в спар. Надо же было купить овощей и водички в маленьких бутылочках. Представляете, для чего? Чтобы вино можно было туда разливать. То есть, они собираются к Натахе в гости, и эти бутыльки купили для того, чтобы можно было туда налить вина. Немножечко, немножечко того, немножечко другого. Брали бы уже целую эту бутылку. И шуровали. Но нет. Пиратка такая жадная, что в жизни целую бутылку не возьмет. Ну, и дальше покупки показала. Да, ежедневки. Самая главная покупка. Правда, Нин? Ежедневки. Угу. Водичка. Кусочек мяса, чтобы приготовить. Рассольник. Ну, и Нина стонала, что кефирчик будут они пить, потому что печень, что-то у них разболелось. Интересно, а разве печень болит? Чего у них там разболелось? Если печень болит, значит, уже все сложно. Значит, и правильно Нина сказала. От Бухарева там уже все трындец. Столько бухать в Сочи. Ну, а что они там делали? Бухали. Показуху только устроили у моря. Правда, не столько они пьяные были, сколько хотелось пиратке показать, что она напилась и прям бухущая-бухущая. На самом деле, ребят, очередной спектакль. Фальшивый и гнилой. Ну, по поводу СК, что писали у меня в комментариях, я не услышала в этих двух видосах. Не знаю, где это было сказано про СК и про повестку. Если что, ребят, напишите, пересмотрю. Ну, если там и пришла какая-то повестка, да, если говорила Нина, я могла упустить, потому что я, ребят, не смотрю их все видеоролики. Я выборочно смотрю. Если я буду смотреть все, то, извините, мне тогда жить некогда будет, если смотреть все видосы пиратов. И они же у меня не одни, у меня и Уралочка, и Судакова иногда. Есть еще кубанские блохеры. Также у меня вредина. Поэтому я просто ограничена во времени и не могу посмотреть все видеоролики вот сразу, чтобы сделать обзор. Поэтому, если там у них что-то связано с СК и с повесткой, ну, они сами потом все это покажут, да. Нина же повалит в СК и будет все снимать. Только вот, ребят, знаете, как бы на нее саму никто в СК не нажаловался за ее съемки и за ее делишки. А так пускай шурует вместе со своей повесткой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok